Мне кажется, мы немножко ушли и так забыли о важной теме, которую вы подняли, о войне. Я думаю, что это многих наших слушателей и заинтриговало, и испугало все-таки, зачем России война, тем более, если мы берем за аксиому, что Путин уйдет довольно быстро. Хороший вопрос, но ответ на него напрашивает сам собой в вашей заключительной фразе. А что он оставит? Какое наследство он оставит? Крым? Слушайте, это мелочь. Обратите внимание на все его заявления, вы, конечно, обратили в последнее время его статьи, что это? Это не рассказ об истории, это рассказ о будущем. Вы имеете в виду статью о Великой Отечественной войне? Да, о подарках, которые Россия дала статью. Это все рассказы о будущем. Все его фразы о том, что величайшая геополитическая катастрофа 20 века – это что? Крушение Советского Союза. Он с кодексом офицера КГБ как бы не относится, у них есть своя корпоративная этика, и, кстати, это работающая вещь, это я знаю, да, которые считают, что их тогда обманули, обвели вокруг пальца американцы, и теперь надо взять реванш. И вот вам предоставляется уникальный шанс взять этот реванш геополитический. Не восстановить Советский Союз, я хочу подчеркнуть. Речь не идет об этом, так далеко не заходит. Но можно создать союз трех восточнославянских государств, считают в Кремле. Можно откусить большой кусок Казахстана, вернуть те русские гостинцы, которые Казахстан унес с собой, когда приобрел независимость. Тем более, что с Такаевым, в отличие от Назарбаева, Путина вообще ничего не связано. Да и Назарбаеву весной 2014 года было сказано, недвусмысленно, я бы сказал, в партийной манере о том, кому принадлежит Северный Казахстан. Его после этого прединфарктном состоянии в Астану на самолете увозили. Что это давнишняя идея, вы не думаете. Все это вынашивалось еще до 2014 года. И сейчас приближается время исторических решений. Доказать давление на Прибалтику тоже можно, несмотря на то, что она входит в НАТО. Ну, здесь вопрос-то очень просто. А что, американские, британские, германские солдаты будут умирать под Таллином? И общество им это позволит? Ну вот да, как НАТО может отреагировать, если вдруг Россия начнет... Ну, понимаете, речь, когда вот я говорю о войне, все-таки надо понимать, что речь идет не о том, что мы понимаем под войной, смотря фильмы о Второй мировой, Великой Отечественной. Это совсем другое. Речь идет о гибридных операциях, которые осуществляются в молниеносной манере. Как это было в Крыму, кстати, это был блестящий образец всей России. Оказалось просто, она сейчас в авангарде военной, военной мысли находится. В частности, генерал Герасимов. Западные визави, они восхищаются им. Просто восхищаются. Представьте себе, Россия осуществляет такую операцию. Нужен хороший очень казус Бели, который был бы принят миром. На самом деле на нее потребуется 5-6 часов. 5-6 часов. И ни одного выстрела. Ну, возможно, несколько выстрелов будет. Вот. Что будет делать НАТО? И что случится после этих 5 часов, да? А вот это очень хороший вопрос. Президент Трамп не отдает приказа американским вооруженным силам вступить в действие. Что тогда остается? Ничего. И вдруг выясняется, что НАТО не в состоянии защитить своих союзников. Что происходит с военным блоком, который не в состоянии защитить собственных союзников, членов? Ну, распадается. Россия заключает договор с тремя прибалтийскими республиками о их внеблоковом статусе и тому подобных вещах. И осенью, ну, где-то на рубеже сентября-октября 2020 года, Владимир Владимирович говорит, «Великая катастрофа, которую привели предателям Советского руководства, крушение Советского Союза, полностью дезавуирована. Мы восстановили мощь, величие и значение нашей общей великой Родины. Вот с этим можно уходить. Потому что с этим ты точно окажешься в учебнике истории. Но это же планы. Гладко было на бумаге, а ходить по оврагам, вы же понимаете. Как писал кто-то Клаузевиц, какую бы вы совершенную диспозицию на случай войны не разработали, знаете, через 2-3 часа после ее начала она полетит к чертям. Ну, неужели все ради учебника истории? А ради чего еще вообще политику стоит действовать? Вот смотри, ну, ради чего? То есть, действительно, ну, ладно, Путину может казаться как угодно, но вам тоже кажется, что тем, что он уже сделал и он провел на посту 20 лет, он еще не забил себе места в учебнике истории? Нет, Дарья, я подчеркну, мне не кажется, я знаю. Он не поставил финальную точку, совершенно очевидно. И у него есть такая большая, это большая-большая мечта. Человеческая, политическая, государственная, как хотите, так ее и назовите. Но вы, надеюсь, понимаете, что когда такого сорта история начнется, все пойдет не так, как планировалось. А если идет не так, как планировалось, то каковы последствия? Она-то может ответить? Хороший вопрос. В Кремле уверены, что нет. Им надо всего несколько дней, по большому счету, для того, чтобы решить все проблемы. Но НАТО может успеть отреагировать. Ну, а так всегда. Это же рискованное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова